Все покрыты зеленью, абсолютно все. Дети самого известного советского милиционера дяди Степы приобрели необычный оттенок. Сама же громадная фигура милиционера позеленела лишь наполовину, выше сохранив бронзовый оттенок. Больше всего повезло вот этому Бобику, голову которого постоянно гладят, не давая металлу окислиться. Пятиметровое изваяние руки Зураба Церетели с ноября 2015 года привлекает внимание жителей Самары и гостей города. Пережив вторую зиму, некоторые детали памятника из бронзовых превратились в малахитовые. Я с химией связана, просто окислила смесь и все. И что тут такое страшно? Они везде зеленеют и даже лучше смотрятся, когда люди начинают носы им тереть, выделяются. Это как-то привлекательно. А так стоит он и стоит, как древность придает. После снега, видимо, отсырели, ржавчина. Но так, по идее, можно почистить, и все нормально с ними будет. Конечно, надо почистить, потому что они были такие хорошие, с ними всегда дети играют и фотографируются. Все здесь. И если самарцы удивляются нестандартному цвету памятника, то скульпторы и архитекторы не видят в этом ничего особенного. И даже утверждают, что подобная реакция с окружающей средой делает скульптуру более прочной. А вот очистка может привести к разрушениям. По сути, даже эффект благородной патины – это хорошо. Это в плане того, что многие из реставраторов… Есть разные направления реставрации. То есть, говорят о том, что лучше даже не трогать памятник, когда появляются естественные патины, так как нижний слой этой патины как раз и максимально хорошо предохраняет саму структуру памятника. Специалисты химики утверждают, что такие памятники необходимо покрывать полимерами, которые будут барьером от внешних воздействий влаги воздуха. Но и сейчас очистить скульптуры не составит труда. Помочь может даже обычный луковый сок. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.